Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Александр. И я хочу рассказать вам о кресле от компании Graco. Моделька называется Turn to Me. Это кресло категории 0.1 с возможностью разворота на 360 градусов. Вот оно как крутится полностью на 360 градусов. Это кресло интересно тем, что на сегодняшний день это самое интересное кресло по соотношению безопасность, цена и качество. И комфорт туда также я могу спокойно добавить, потому что по комфорту оно не уступает в принципе никому из категории 0.1. 0.1 категория, напомню, это категория с рождения до 100 сантиметров роста, если по-простому, но так где-то до 3-4 лет. Но запаса вот этого пространства и ремней ориентировочно до 100 сантиметров. Вот имейте в виду. Кстати, что по безопасности соответствует естественно европейским стандартам, американским стандартам. И этому креслу доверять ребенка можно. И особенно если мы смотрим на это кресло через его стоимость, а стоимость, то что мы получаем и платим, ну действительно это просто мега крутая вещь. И я думаю на сегодняшний день это прям практически топчик. Посмотрим, что будет дальше с ценами. Сами видите, что происходит. Но сейчас это прям вот огонь. Ну ладно, давайте изучим его. Что оно такое, чем он такое интересное. Естественно, с рождения нам нужно, напомню, оно с изофикса, упор в пол, база, все как полагается. Ребенок с рождения у нас перевозится только против хода движения. Это вот закон, никак иначе. Поворачивать его нельзя маленькому ребенку. Вот так мы перевозим ребеночка против хода. Вот я вам сейчас показал варианты наклона против хода. Можно чуть посадить, если уже там 4-6 месяцев, чтобы, ну, бодрствует ребенок. Играется, мама сзади. Что-то там ему можно покормить с бутылочкой, возможно, в дороге. Или спид наклонить. В общем, вот такие варианты у нас есть. А вот эта вот трансформация в 360 градусов. Ну, не трансформация, а опция. Это реально очень удобно. Вы с ребеночком подошли, открыли дверь. Вот уходя, например, в предыдущий раз вы повернули его к себе. Также достали ребенка и пошли, оставив его вот так вот повернутым. Открыли, оно уже повернуто к вам. Ну, или в крайнем случае, если оно не повернуто, повернули. Посадили, упаковали, пристегнули вот ребеночка. И развернули и в путь. Это очень удобно. Если оно не поворачивает, вам нужно вот так вот там как-то запихивать ребенка. Наклоняться, это не очень удобно. Когда на 360 градусов крутится, это прям огонь. Это реально удобно. Когда ребенок подрастает, нам нужно развернуться по ходу движения. Также у нас есть этот же вариант с наклонами. Вот посадили полностью. Вот так вот наклонили. Что касается, кстати, вкладышей, давайте сразу поговорим. Это очень важный момент. Здесь есть такой, скажем так, модульный вкладыш, который трансформируется. По мере роста ребенка, короче говоря, нам нужно отсюда чуть-чуть демонтировать, по чуть-чуть точнее говоря, этот вкладыш. Сейчас я его весь сниму и покажу. Вот он как выглядит. Для совсем маленького нам нужен вкладыш обязательно, чтобы стоял вот этот по-любому, потому что он выравнивает спинку ребенка и он не скрюченный там лежит. По мере роста ребенка мы его демонтируем, освобождая тем самым глубину в кресле. И пока что оставляем вот этот вкладыш. По мере роста можно потихонечку демонтировать у нас подголовник. Так, убираем, чтобы уже здесь было попросторнее. И когда вот этот уже мешает, убираем и его. И после этого мы получаем очень приличный объем в самом кресле. Достаточно много места, вот посмотрите. Глубокая высота подголовника здесь тоже очень высокая. Как я говорил, до 100 сантиметров спокойно можно возить ребенка. Ребенок пристегивается, естественно, классическим пятиточным ремнем. Используется очень грамотная технология. Вот с обратной стороны ремешка здесь такой прорезиненный материал. Он очень, как будто бы липкий, но он не липнет на самом деле. Он просто не скользит. Это нужно для того, чтобы при ДТП ребенок был лучше зафиксирован ремнем. Потому что сам ремень он тоже травмирует. А если вот благодаря вот этой технологии он удержит его и, соответственно, ремень не повредит. Поэтому вот это очень хорошая опция. Во многих креслах они есть, но далеко не во всех реализованы именно с таким материалом. Где-то для галочки какая-то резинка налеплена, но ни о чем. Вот это реально рабочая система. Подобная же система стоит у Ricara Hero. Называется система. В общем, это очень рабочая, эффективная тема. И хорошо, что она есть, особенно вот в этом бюджете. Кстати, что касается материалов. Материал абсолютно нормальный, тактильно приятный. Как производитель заявляет, он гипоаллергенный, дышащий. Летом будет все хорошо. Но я не думаю, что оно совсем прям дышит, прям как в супердорогих креслах. Но, в принципе, абсолютно адекватно. Я думаю. Кстати, по уходу за тканью до 30 градусов можно постирать и одеть обратно. Будет горячая вода, она сядет и вы ее обратно не оденете. Поэтому имейте в виду. Кстати, что касается еще вот вентиляции, так называемой. Здесь каркас сделан вентилируемый. И тем самым, этим они добиваются большей циркуляции воздуха по креслу. И меньше ребенка преет спина, как они заявляют. Ткань дышит, плюс каркас. Наверное, схема рабочая. Я не проверял, но по посадке, по мягкости, вообще всех вот этих материалов, здесь вообще никаких претензий. Поэтому, в основном, все хорошо. Что касается кресла. По большому счету, мне уже добавить нечего. В двух словах мое мнение. Повторюсь, как сказал в начале. Цена, качество, безопасность. Здесь соотношение просто реально очень хорошее. Стоимость реально вот прям 0,1 категория. Вообще она дорогая сама по себе. Одна из самых дорогих. В принципе, там кресло и по 70 тысяч, есть и 60, и 50. Особенно, вот если на 360 крутится кресло, они дорогие. И вот это вот такой крутой входной билет, который по большому счету особо топчикам не уступает. А платите вы за него мало. Поэтому я рекомендую, обратите на него внимание. Оно действительно интересное. Можете в мире автокресел два кресла заказать. Вам привезут домой. Вы посмотрели одно другое и что-то выбрали. Это если у вас нет возможности приехать в магазин. Если же есть, приезжайте в вагон таких кресел подобных. Ну, все остальные же, скорее всего, будут дороже. Ну, можно во всяком случае с ребеночком. Разные варианты, разные формы самих кресел примерить и уже определиться. Вот, собственно, и все, что хотел рассказать. Если обзор вам был полезен, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. И вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребеночка. И удачи на дорогах. Пока.